Сегодня здесь тихо и безлюдно, но уже через неделю каждый новый станок обретет хозяйку. К переезду готовится 200 голов молочных буренок. Заселять планируют породу отечественную, симбирскую, бестужевскую. Народную славу такая заслужила благодаря хорошему иммунитету. О подобных тонкостях Александр Мулянов знает не понаслышке. Агроном-педагог по образованию свой сельскохозяйственный путь начал с посевных. Помогал отцу, несколько лет работал главным агрономом. Шесть лет назад решил создать свой современный молочный комплекс. Коровы располагаются здесь, 8 и с этой стороны 8. Оборудование представлено датское и компьютер. Сколько у каждой коровы на дой? Порядка 6,5 миллионов рублей на закупку дорогостоящего оборудования предоставило государство. Получить финансовую поддержку по программе «Семейная ферма» может каждый гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство на территории Ульяновской области. Время разбрасывания камней завершилось. Сегодня в обратную сторону все идет. Мы каждый год увеличиваем посевные площади. У нас практически не осталось площадей, которые сегодня мы бы не обрабатывали. Мы очень рассчитываем, что крестьяне, крестьянки не только будут активно заниматься растереводством, но и опять влюбятся в животноводство. Каждый год мы открываем по несколько животноводческих комплексов. Открытие фермы подарит сельчанам сразу семь новых рабочих мест. Средний возраст набранных сотрудников всего 40 лет. Рука человека к молоку не прикасается. Больше никаких ведер и тяжелых кормушек. Производство полностью автоматизировано. Планирую еще здесь на кормовом столе поставить робота, то есть подталкиватель кормов. Он ходит назад, вперед и он подталкивает. То есть отходов не будет у нас. Вся будет поедаемость хорошая. Соответственно и привес, и молоко. На одну дойку будут заходить сразу 16 коров. Чтобы обслужить буренок двум дояркам и умной технике понадобится всего 10 минут. В Ульянской области из Российской Федерации заняла 8 место по уровню жизни жителей на селе. Поэтому я не могу сказать, что села вымирают. Наша задача в первую очередь поддержать эту жизнь и развить так, чтобы люди захотели приехать сюда и жить здесь. Потому что без людей никакой бизнес не будет процветать. И поэтому наша главная задача вернуть сюда жителей. Только в Цельнинском районе в отрасли животноводства работают порядка 28 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Яна Федорищева, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.